В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Северная, Курдиумовка, Новомихайловка, Маринка, Клещеевка, Малая Льиновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Курдиумовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность Украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силы и техники в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Невская и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Торская Донецкая Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики отражены две атаки противников. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность Украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Ямполь ДНР уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны. На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск Восток нанесено поражение живой силе и технике Вооруженной силы Украины в районах населенных пунктов Макаровка и Равнополь ДНР. В районе населенного пункта Урожайная ДНР отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты Вооруженной силы Украины. Также в районах населенных пунктов Старомайорская и Равнополь ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженной силы Украины в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и 1 Д-20. Также в районе населенного пункта Макаровка ДНР уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны. На губянском направлении операционно-тактической и армейской авиации, артиллерии западной группировки войск, поражена живая сила и техника Вооруженной силы Украины в районах населенных пунктов Красная 1, Новомлынск и Молчаново Харьковской области. Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На герсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, гаубица М-100Б, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Операционно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной техники в 93 районах. В районах населенных пунктов Ямполь, Донецкой Народной Республики, Малая Тагмачка и Новосоленая Запорожской области поражены склады боеприпасов, 33 механизированный и 44 артиллерийский бригад Вооруженных сил Украины, а также 5 бригады Нацгвардии Украины. Средством противовоздочной обороны в течение суток перехвачено 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хайморс». Кроме того, уничтожено 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневая Харьковской области, Залиман, Пшеничная Кременная Луганской Народной Республики, Ключевое Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, 5015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10711 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 11678 единиц специальной военной автомобильной техники.